Более 100 камер фото- и видеофиксации установлено в регионе. А вот сотрудников дорожно-постовой службы, наоборот, стало меньше, если верить информации в СМИ. Хотя всего несколько лет назад ситуация была прямо противоположной. С установкой фото- и видеокамер количество фиксируемых нарушений заметно увеличилось. Если раньше число варьировалось в районе 100, то теперь в день выявляют минимум тысячу-полторы, а в некоторые около 6-7 тысяч нарушений. А для того, чтобы штраф оплатить, не обязательно даже контактировать с людьми. Все можно сделать дистанционно с экрана своего телефона. Сейчас практически все перекочевало в смартфон. Даже оплачивать налоги можно с него. Достаточно лишь скачать нужное приложение. Елена путешествует несколько раз в год, и она ни разу не пользовалась услугами туроператора. Я всегда сама покупаю билеты. Это достаточно просто, потому что сейчас много сервисов, которые подскажут, где дешевле, где быстрее, где комфортнее. Жилье найти тоже не проблема, причем это может быть как отель, так и квартира, в которой обычно живут кто-то из местных. Билет, квартира, отель – все это можно купить, не выходя из дома. Эксперты и вовсе пророчат, что через несколько лет в туроператорах пропадет надобность. Как и в 55 профессиях, популярных ныне. Однако появится и новый, например, генетический консультант. Сейчас он активно развивается. Появилась и в Рязани, но пока в начальной стадии. Наука называется нутригенетика. Это смесь диетологии и генетики как таковой. Берется генетический тест. У человека для этого совершенно не нужно сдавать никакую кровь. Просто берется эпители со щеки человека, то есть так называемые букальные эпители, ватной палочкой. Результат отправляется в лабораторию. И через определенное время приходит ваш генетический тест. Ну вот нутригенетический тест включает 32 гена. Спустя 3-4 недели человеку приходит вот такая книжка. Можно сказать, что это по сути инструкция к человеку. В небольшой книжечке расшифровка 32 генов. Какие лекарства ему стоит принимать, а каких лучше избегать. Какие продукты ввести в свой рацион. А какие убрать окончательно. Какой план тренировок ему нужно подобрать индивидуально. В какое время должны быть эти тренировки. Какой продолжительности. Как часто. В настоящий момент такую процедуру прошли около 40 человек. И кто знает, возможно в будущем уже при рождении можно будет получить инструкцию к своей жизни. Каким спортом лучше заниматься, какие продукты не есть. А также узнать предрасположенность к вредным привычкам. Это только один из многих шагов в профессиях будущего. Ожидается, что их будет минимум в 4 раза больше. Такие как медиаполицейский и киберследователь. Которые будут следить за соблюдением закона в интернете. Кроме того, появятся специальности проектировщика дирижаблей. Список огромный. Однако кто знает, когда это будущее наступит. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.